Ваня, Ваня, здесь действительно у тебя есть Мы были в келе, находились кроме перьё Потом мы начали открывать свет, а свет была заперта Где нам могу закрыть? Два раза подряд нашу келью Ну ладно, обожди Не мыло, а доказываешь Подожди Он сказал, ветром могло закрыть Это от варианта, почему отбрасываешь? Потому что у нас она на задвеску, а у них она на замок На крючочке Ну кто сделал замок, он не знал, что там внутри кто-то есть Может и не умышленно Мы говорим, открой, он спит смеётся Я сейчас, я вот... У нас ты штырёк в двери, и меня не один раз закрыл Виктор Николаевич побежал на ходу, привычка уже Закрыл Я не могу выйти, но я тогда начал там что-то делать В окно, мимо шла, кажется, Анфиса открыла меня Первый-то переоделся, вон Андрей выскочил Андрей, подойди сюда Я из туалета вышел, увидел, вы закрыты уже Ну-ка Кто кого закрывает в скелле? Ну причин несколько Что не знал, что там кто-то есть Когда закрываешь, надо крикнуть В скелле кто-то есть? Я вижу, там были Вот сегодня ты стоял, лучше уже, я не знаю, оборачивался или нет Оборачивался Оборачивался На службе оборачивался? Зачесал Всё, сейчас только поедим, упадёшь, он там крапиву караулить Лицом сюда, палочка в руках И чтобы ни разу, ни разу не обернулся И простоять тебе надо будет 25 минут И кто-то здесь будет сидеть Если обернулся, пропал твой срок Но прибегаешь туда, возвращаешься и с нуля начинаешь 25 минут И тебе это будет наука, вот На уроках не купить, да, суши тарати Знаете, Тихимыч, ещё маме Суховеева кто-то закрыл в туалете Да Сегодня утром мне кто-то закрыл Ну, может, не видели или что, как Ну, кто-то умышленно делает или что У нас такие были, которые Я его посадил в туалет, он будет сидеть сколько ему надо Сам закроешься, тебя трогать не будут Ну, нельзя так У нас был же такой, один воспитатель зашёл туда А этот не дошёл и через щель начал мочить нашего воспитателя Ты это главный воспитатель? Да, большого воспитателя Прямо мочит оттуда Он меня жалуется, вот если подмощили, полили Ты теперь расти будешь ещё больше У нас такие фокусы выкидывает Я расскажу Так Подожди, не надо торопиться А ну-ка, бегай на кухню, узнай Готовы? Нет, чтобы ударить полоколь Разрешение А ну за ним, где же, те же рядом Чтобы она не одна была Сделал, что охранять надо Так Так Какая интересная улица Посмотрите какую Это двухвостка Она маленькая, видать только она родилась Вот она, около пальца Ну-ка сверху приблизь её Она маленькая-маленькая, ну миллиметра три может быть Оползёт Не трогайте её, у неё свой путь Может она на обед идёт А может молиться пошла Всё Всё Отлично За милость Твою, что Он может посещать храм и молиться вместе, славить Тебя, единого Бога, едиными устами. Хвала Тебя, благослови наши братья, позволь Тихо с миром, брата Иоакима, Виктора и Анны. И благослови всех приезжающих и отъезжающих. Хвала Тебя, Тебя, Тебя Святой Дух. Маленькие сообщения. Я утром встал, у меня звонок был, я не слышал. Я посмотрел, это по звонкам, мама, видимо, звонила Арсения. Арсений вчера мне фокус загадал. Я сказал, вот, столбы, ну, прям походу ехать. И там около скорейщика, где я живу, остановитесь, я там справку выкишу, да. Ушел, нет, а фамилия-то я не знаю, у него фамилия какая-то Систан. 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 Ну, да, ну. На каком языке даже не спросил. Я вышел на улицу, ждал, ждал, нету. Зашел в комнату, начал искать, где у меня бланки лежат, а сам в окно поглядываю, нету. Написал, фамилию поставить не могу, заложил папку, вышел, нигде нету. Ну, сколько же можно ждать? А вот что сделал? Поехал по столбам, загнал их туда, где коровы и овечки. Никогда не додумываюсь тогда. Потом я гляжу в окно, ну, стоит, кто он ему, отчим, кто там, или отец. Я вышел. Он идет, я не слышал, что он говорит, я говорю, туда не надо, я говорю, сейчас машина подъедет. Он мне что-то маящит туда идти-то. Оказывается, он здесь машину подогнал, где заходить ворота-то, овечки, корову-то. Я говорю, зачем, потому что прохода нет, теперь мне надо отворять ворота другие, но они решили тогда вокруг. Вот где идет с охоты, котя наш. Охотник, природный охотник. Вся окрестность трепещет от него. Рыжая его обижала, я ее взял под арест, она у меня сейчас там лежит дома. В декретном отпуске пошла. Вот так, вон он и какой-то. Кот цены ему нету. Он всех по родинству заходит, когда он туда заходит, а был поезд, то нет у него. Вот. И привели меня туда, где есть, там вначале, тогда уже вставляют фамилию, я ему дал бумажку, говорю, сейчас не бухай, ну не пиши. А я матери показал, говорит, ошибки нету в фамилии, ну пусть там. Что такое-то? Ну, очень довольная. Сели, улыбаются, когда они здесь болеют. Потом я посмотрел, что Володя снимал, как много, значит, видео. У меня здесь не было, я как будто побыл. Сейчас храним, вот, утра уже это, смотри. Вот. Вчера Никита там снимал, не могу найти ролика. Заново на два раза перебрал, а оно пересил, вот, у него другое название. Ну, это хороший ролик, когда вы приедете, посмотрите. Ваня, вопрос теперь. Ты в храме в парке не грыз? Не грыз. А что я тебя вытаскивал их изо рта? Ты не можешь сознаваться. Это означает, заблокировал сатана. Нет покаяния в грехе. Ты не можешь, чтобы фуражку тебе наперед не тянуть и грыз пальцы. Кончилось время, и ты ни на грамм в этих вопросах не справился. Если ты поставь одну задачу, в куражке ты в городе будешь ходить как и не угодно, а ты грыз впереди, а от пальцев не отставь. В последний раз ты погрызешь, когда уже одна нога в могиле. Это очень непростое дело. А что это? Ты добрый такой. Не знаю. Я был с заключенными, и которые пальцы грызли почти нахеды, почти все убивцы. Это очень серьезно. Они не думали, что такими будут. Вот, да. Кто-то лопатами на вас. Пошел воробьев ловить. Понял, Ваня? Значит, придумай что-то, надевай перчатки, не надо спорить. А я не грызу. Ты кого обманываешь? Памяти нет. По крайней мере, ты неумышленно это делаешь, это механически. Даже в церкви стоит, уже там ничего нет, палец уже, ноготь врезался в хвост. И стоит, я по руке его там достолкнул, тогда уже руки взял мне. Ну, было сегодня это или нет, крайне. Это я стоял, я достолкнул-то. Ну вот. А я нет. Ну, кто говорит, ну, я же подошел, палец взял, начал бы грыз. То есть, тебе пальцы принадлежат, распорядительные. Пальцы очень нужны, ему легкие нужны. А для чего? Вот, допустим, где-то что-то, карандаша нет, а надо отметить. Человек ногтем делает поместку. Ногтем. Тебе не сделай. Тебе нечем делать. Поместка. Или ногтем, где мы в прошлый раз говорили, для чего ногти есть. А у меня тебе половина пусты уже потеряли. Да и нехорошо это. Если ты пойдешь в армию, на тобой будут смеяться, бить по губам и по зубам. Там разговаривать-то не будет. Это у нас только так. Да, солдаты придумали, чтобы красиво было. И голевич на сапог вот так вот завернуть надо. Вот так вот завернули, и все. Ну, что, старшина, я не знаю, там, предупредил. Смотрите, пойдет, так, в дверях остановил. Стоят, стоят. Он взял нож и голевич на сапог вот так вот завернуть надо. Вот так вот завернули. Сапоги не по форме, надеть по форме, а сапог нигде нету. А вот теперь будет отвечать на голову к вашей. Его не будут спрашивать, старшину резал, вас будут спрашивать. Кто нас предупреждал? Там разговор другой. А я не буду. Будешь. На голову к вашей поведут тебя. А я там не буду. Ну, это уже дело подсудное. Военный трибунал будет судить тебя. И нас клеит тебе несколько лет. А теперь уже ты бесправный. Прикладами будут бить тебя, босиком на мороз и уводить на морозе. Показывает, один вернулся, один. Пальцы отмороженные, все. А я и там не почерю, значит, не выйдешь. Там тебя зашибут. Ты не думаешь, что такое крутое. Там были более крутые. И в конце концов, кончилось ничем. Да мы не вернулись. А началось с чего? С пуговки. У нас была фамилия его подгорная, как сейчас помню. Сказали, что стегнется, еще раз застегивайся. На мягкий вот люди. А я не пойду. Провожили выше. Арестовать. Дисциплину разлагать не будем. И кончилось, я не знаю, чем. Переспринали его в суду его. Там началось уже такое. Он вверх буху какой-то, шевал бы и смел. Только годы, с апрель. Но уже никому это не надо. Я осознал, я виноват. Это уже никогда не вернусь. Не грызи пальцы. Ты на козырьке, наверное, там попух буквально. Что ж, больше этого не будет. Ты твердо это держи. Вот у меня котик. Заходят, и кто-то из них сказал, а еще такой страшный котик. Что-то девочки что ли? Действительно, батюшка помог открыть его. И он пугой там ребра как-то скрыгал его. Вот. И она правильно сказала. Но он таким не был. Это был красавец. Пушистый-пушистый. Хвост как у весы. Но вот мы не смотрели за ним. Он охранял у меня на чердаке пшеницу. 20 грамм мороза мы его не брали. Когда за 20, тогда-то на 7 лет. Как медвежонный делает. Но вот он заболел. Что? Лечить никак нечем. Сразу так. Да что? Ну убей его и зарой. И все на этом. Не советую. Представь. Он был друг. Сидел на коленях. Я его гладил. А теперь он заболел. У него что-то бок прорвал кто-то ему. У него там шишка какая-то. Да ничего не значит. Мы приедем к дроботу. Их мама. Ветеринар. Все это сделает. Так нет. Ей делать даже нечего. Сейчас я ему голову принес рыбе. И он уже выходит на охоту. Друзей не предают. Научитесь к малому. Ни котенка, ни воробьенка. И тем более детенка. Какой бы ни родился ребенок. Он твой. Ты храни его и береги. Я считал правду. Не видел я ее. Девочка родилась слепая. Мы врачи проверили. В самом деле она ненормальная будет. Каких-то храбоцов лишних. Они не считали там. Правда-неправда. Но родители ее очень любили. Как вот этот них учись. Который без рук, без ног родился. На весь мир известный. И к великому счастью девочка оказалась нормальной. Его слепая. Какая она была. Училась в школе такой. И память была отличная. Бог дал ей глубокую веру. И она еще в школе к ученикам свидетельствовала хрисе. И потом стала знаменитой радиопроповедницей. Что? Любовь-то делала. Любовь. Родители положили все, чтобы она ни в чем не чувствовала недостатка. Хорошо заниматься с детьми, которые талантливы и прочее. А когда он балбешка, ничего нет. Я вот сегодня смотрел, одна из наших подошла икону целовать. Поцеловала. Но кто это делал? Ну ты не сюда. Это пизно. Теперь, родители, зачем ты икону подала? Отделила. Вопрос в том, что более видела? На икону целую. Ну давайте, давай с тобой поцелуемся. А теперь я тебя бадну. Ну, ничего. Так я надо еще чуть-чуть. А если я по-настоящему бадну тебе, ты ножки протянешь, чтобы так готова. А ты больше матерь бадаешь. И хорошо это. Никогда этого не делайте. Приложила, что-то целовала. И все, вижу еще кто-то. Вот это кажется тоже. Убок, сухая икона. Стыщала? Нет, не стыщала. Показалась. Поняли? И когда батюшка ходит с кодилом, кодит, он кодит не людей. Не стены, говорят, а иконы, на иконы. А люди стоят, за ним батюшка идет, и за ним крутятся. Валя, у вас крутится же, когда священнице, дьякон идет. Что вы крутите? К нам это никакого отношения не имеет. Это только к иконам идет. И он за батюшкой идут. Да мало того идут. Еще когда он пройдет, еще машут. Я говорю, а зачем? Душа.